Здравствуйте! Сегодня мы будем снимать расклад Ленарман на январь 2023 года для Дев. Для начала хочу вас попросить подписываться, ставить лайки, писать комментарии, писать вопросы. Возможно, у вас есть какие-то. Также смотрите свой расклад по знаку вашего Солнца, вашей Луны и вашего асцендента. Поздравляю вас с прошедшими праздниками и желаю вам потрясающего, счастливого Старого Нового Года. И, конечно же, я желаю вам, чтобы 2023 год стал лучшим годом в вашей жизни. Итак, приступим. Смотрим для Дев на январь 2023 года. Интересно. Так, давайте сначала сразу же сделаем сумму, чтобы потом не тратить даром времени. Так, 49, 50, 62, 71 и 76. 7 и 6, это 13, 4, 13, есть в раскладе. Так, смотрим. Значит, расклад у Дев на январь месяц вот таким вот образом выглядит. Хотя она зеркалит. А это у вас на дне колоды и сумма. Итак, значит, смотрим. Ну, во-первых, у вас выпала книга. Либо вы будете проходить какие-то курсы, тренинги, повышать свою квалификацию. Либо будете получать какую-то информацию из разных источников, которые вы раньше не владели. Что-то, что вас раньше не интересовало, возможно. Так, может быть, вы узнаете какие-то секретики. Узнаете что-то, чего не знали. Возможно, некоторые идеи ударятся в оккультные знания. Так, возможно, вы будете жить в январе месяц более закрыто, более в личном пространстве, заниматься больше собой, а не другими людьми. Получать образование, учить кого-то к чему-то, приход в вашу жизнь, каких-то ресурсов. А также по этой карте говорится быть больше дома, проводить больше времени со своими домашними. Как бы-то защищать себя, заботиться о себе и баловать себя в январе месяце. Очень хорошо для дев. Так, ну одну деву я знаю, она себя побаловала путешествиями. Так, потом смотрим. Скорее всего, есть вероятность, что девы в январе месяце будут интересоваться именно медицинскими знаниями. Потому что дерево у нас говорит о медицине. И, возможно, баловать они себя будут именно в сфере заботы о себе. Да, там будете проверять свое здоровье. Может быть, вы будете как-то участвовать в своем... Будете заниматься своим телом, будете заниматься своим духовным развитием. Может, пойдете к психологу. Или, может быть, некоторые девы пойдут учиться на психолога. Так. В общем, еще, возможно, девы будут получать какую-то информацию, которая поможет им в росте. Там личностный рост, финансовый рост, что-то такое, да. Еще есть... А, или повышать действительно свои навыки, свою квалификацию. Или вы, наконец-то, осознаете... Вот, точно. Еще по этим двум вы, наконец-то, осознаете свои зависимости, которые у вас есть. И вы раньше, возможно, себе говорили, «Да нет, а я так не делаю». И, наконец-то, на вас не зайдет, что на самом деле у вас есть вредные привычки или какие-то зависимости. И вы начнете с ними как-то бороться. Так. Обращаем внимание дев на то, что их здоровье в январе месяце будет бедным. То есть будут проблемы по здоровью либо по физическому, либо в психологическом плане, либо в духовном плане. Но будет что-то, чего-то не хватать. Будет кто-то вам как-то мозг выгрызать. То есть по мышам это токсичные люди. Это люди, которые крадут ваше время, вашу энергию. Какие-то там энергетические вампиры. Люди, которые сплетничают за вашей спиной, которые пытаются украсть ваши ресурсы. Потому что дерево – это еще ресурсы. В общем-то, по мышам совет. Пойдите-ка, вы избавьтесь от всех, кто вам жизнь портит. И людей, и вещей. Потому что смотрите, какая следующая. У вас следующая опять очень хорошая карта. И вроде бы ты думаешь, что все шикарно, зашибись. А тут как бы мыши, которые раздражают. Это может быть какая-то потеря. Какой-то мусор какой-то в вашей жизни надо выкинуть. Какой-то стресс, депресснег. Все, что вам больше не служит, не помогает. Из-за этого вы даже отдохнуть не можете. И насладиться жизнью. Какие-то воры, ошибки, хаос. В общем, от всего этого нужно избавиться. Также по мышам совет опасаться в январе месяца людей противоположного пола. И постараться избегать вот этих вот неудач. Ну, надеемся, что вы все-таки избавитесь от мышей в вашей жизни. И вы сможете насладиться. Иначе выходит такая комбинация, но малоприятная. То есть, как бы тебе должны подарить там подарки, радость, любовь, все дела. А ты как бы из-за этих людей недополучишь все, что хочешь. Или все, что должно быть твое, пойдет к этим людям. Может, там некоторые девы по букету планируют свадьбу, а что-то где-то не дохватит. Или вам кто-то настроение испортит. Или начнут лезть со своими советами. Типа, нет, ты должна или должен сделать свадьбу так, как мы хотим. Потому что мы там, я не знаю, твои родители, твои друзья или еще хрен знает кто. В общем, вот что-то у вас, как-то ваша радость... Ну, кто-то обосрвет вашу радость, короче, если прямым текстом. Постарайтесь избавиться реально от токсичных людей. Я вижу, что эта карта часто выпадает в этом году. И я так понимаю, что действительно 2023 год будет полон перемен. Поэтому избавляемся от мышей и идем к букетику. Счастье, радость, веселье, изобилие. Надеюсь, так все и получится. Но в одной сфере у вас точно будет вот это изобилие. Потому что следующая комбинация. Даже не в одной, а где-то, наверное, в двух или трех. У кого, как получится из дев. Значит, смотрим. Во-первых, девы, вы либо можете забеременеть, либо вы родите в январе месяц. А, ну или если вы мужчина, то вы узнаете, что станете папой. Так, потом, ну и скорее всего, это ребенок будет желанным. Он принесет вам вот это счастье и наслаждение жизнью. Потом еще, поэтому, возможно, начинание. В январе месяце хорошо для дев начинать что-то новое. Либо изучать что-то новое, либо бизнес какой-то новый. Либо вы найдете новый метод зарабатывать. В общем, любые начинания в январе месяце для вас будут шикарными. Также есть возможность, что вы найдете себе каких-то новых друзей. Это уже третья сфера жизни. И получается, что, в принципе, несмотря на кое-какие проблемки из-за этих мышей в вашей жизни, вы все-таки будете чувствовать себя свежо, беззаботно. Как-то, ну, знаете, как дети маленькие, когда они вот и могут и довериться. А, кстати, тут, возвращаясь к мышам, будьте осторожны, кому вы доверяете. А так, в принципе, у вас будет отличное настроение, радость, усилие. Вы будете беззаботными, вам все будет нравиться. Ну, за исключением тех моментов, которые будут связаны с мышами. Так, теперь у нас по сумме. Сумма – это четверка, это дом. По дому у нас уже и по книге было, что, в принципе, вы будете домашними в январе, или стоит время провести дома, да. Ну, в январе месяце те, кто хотят купить свой дом, кто хочет устроить ремонт, кто договаривается об арендной плате. Вы знаете, что в январе месяце у вас может это все получиться. А также, если дело в контрактах, то, скорее всего, вы заключите их на тех условиях, которые вы хотите. Так, ну, у нас в этом месяце Меркурия ретроградная до 18-го числа. Давайте, короче, где-то с 24-го или с 25-го постарайтесь, если будете что-то подписывать. Так. Вот, еще эта карта говорит, значит, обратите внимание на ваш фундамент, на ваш стержень, не только в плане реального дома, но и вашу как личность. Обратите внимание на семью, обратите внимание на то, чем вы владеете, на комфорт в вашей жизни. Начинайте в январе, начинайте планировать вашу жизнь с комфортом, чтобы вы получали комфорт от вашей жизни в любой сфере, будь то работа, отдых, хобби и так далее. Так. Вот. То, что вас предупреждает эта карта, осторожно с избытком алкоголя и пищи. В январе месяц. Ну, с другой стороны, столько праздников неудивительно. И еще эта карта говорит о том, что вы будете очень много отдавать в январе месяца. И вот тут вот как бы у вас такая комбинация. Значит, постарайтесь оценить, если стоит отдавать то, что вы хотите, или то, что у вас просят. Потому что по мышам может выйти, что вы будете очень инфантильными и дадите тем, кому не надо. Вот так вот. И на дне колоды у вас сад. Ну, это означает, что, скорее всего, вы будете себя чувствовать уютно, удобно. Вы будете в приятном окружении. То есть, все-таки, я надеюсь, вы избавитесь от этих мышей и устроите свою жизнь комфортом, как говорится, по дому. И сад, значит, это какие-то атмосферы, вот праздника, каких-то вечеринок, общения. Будете собираться с друзьями, которые будут для вас приятны. Или будете участвовать в каких-то скопищах людей, где их будет очень много. И я надеюсь, вы знаете, что вы там будете делать. Так, какие-то фестивали. Может быть, вы уедете в какие-то сити-брейки. Там на уикенд. Возможно, некоторые девы работают в интернете. Очень хорошая карта для рекламы. Рекламы себя, рекламы своих услуг. В январе месяце обязательно делайте это. Очень хорошая карта для работ с людьми, с публикой, для артистов, для креативности. И, скорее всего, в январе месяце у вас будет повод что-то отпраздновать и то, что принесет вам радость. И я думаю, что это не только связано с праздниками Нового года и Рождества. Скорее всего, будет еще что-то. Возможно, это будет либо в личном плане, либо в финансовом плане. Так. И еще эта карта, опять же, предупреждает о том, что вы должны быть осторожными с теми, кого вы считаете вашими друзьями. Также тщательно выбирайте время. То есть, опять возвращаемся к дому, где вам говорилось, чтобы вы спланировали свой комфорт в январе месяце. Можете даже спланировать на весь год. И так, значит, если вы будете осторожны с теми, кто вы считаете друзьями и спланируете свой комфорт, то вы обойдете вот эту плохую энергию, неудачу, обойдете какие-то неблагоприятные моменты. И постарайтесь выбирать именно подходящие моменты. То есть, не вставляйте свои пять копеек, когда это никому не надо. Ну, или наоборот, может, вы там опоздаете или придете слишком рано. Ну, вот, постарайтесь устроить свою жизнь с комфортом. И посмотрим теперь совет от Ленорман для ТЕВ на 2020... на январь 2023 год. Совет для ТЕВ. Ого! Нехрена себе совет. Интересно, девки пляжут. Так, ну, в общем, вот вам и совет на январь. Заканчивайте все, что... Ну, эта карта, она может означать и конец, да? Поэтому заканчивайте со всеми делами, которые вам не вперлись. Заканчивайте себя защищать. То есть, не сиди... не находитесь, не позволяйте себе находиться в тех ситуациях, где вам нужно себя защищать. Находитесь там, где вы можете быть собой. если у вас есть проблемы по здоровью, решайте их. Заканчивайте общение с токсичными людьми. Так, а вот это вот... Ну, вряд ли это означает, что ваше счастье закончится. Так, а это может быть даже, знаете, какие-то религиозные праздники, потому что крест еще религия. А, или, возможно, у вас были какие-то страхи или что-то, что причиняло вам боль, и оно в ямваре закончится, и вы перейдете на новый уровень, где вы будете испытывать более приятные эмоции. Еще крест говорит о удачном партнерстве. так же, как букет говорит о счастье. И, возможно, это партнерство будет в личной сфере, и, может быть, вы обвенчаетесь или устроите свадьбу. Так. А, еще крест говорит о переезде на новое место, и тогда вы будете праздновать свой переезд. еще крест говорит о преодолении каких-то сложностей, и тогда вы будете очень-очень этому рады. Так, потом заканчивайте с инфантилизмом, начинайте строить свои планы, заканчивайте ваши отговорки, устраивайте себе комфортную жизнь, заканчивайте находиться в том обществе, которое вам неприятно, идите туда, где вам нравится, где вы хотите быть. Вот такой расклад для дев на январь 2023 года. Я желаю вам, чтобы 2023 год был самым лучшим годом вашей жизни, и я желаю, чтобы все ваши желания и мечты исполнились. Делайте свои планы, обязательно заботьтесь о себе, о своем здоровье, о своем пребывании в этом мире, заботьтесь о своем теле, о своей душе. С праздником вас наступающим старым Новым годом!